Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. И не так давно на канале Veritasium Дерек Малер выложил свой ролик под названием «Большое заблуждение касательно электричества. Энергия не течет по проводам». Этот ролик набрал уже несколько миллионов просмотров. Под ним огромное множество комментариев. Есть его русский перевод на канале Вердайдер. Там тоже комментариев очень много. Много споров, много недоумений, несогласий. И очень многие наши подписчики пишут мне и в личной переписке, и опять же в комментарии под разными роликами просят, чтобы мы разобрались и расскажали, что там правильно и что неправильно. Ну и в общем, если вы этот ролик еще не смотрели, то наверное стоит сейчас остановить наш ролик, переключиться туда, посмотреть, ссылочка есть в конце, а потом сюда вернуться, потому что я буду предполагать, что вы этот ролик все-таки видели. Ну, с другой стороны, нам нужно то, что там в ролике рассказано, разделить на части. С одной стороны, там есть некая задачка, которая вызвала вот наибольшее количество вопросов и недоумений. И именно эту задачку я сейчас и буду разбирать. А с другой стороны, там есть большой блок про вектор пойнтинга, или как говорят, вектор умова пойнтинга в русскоязычной литературе. Ну, про это вообще сейчас речи практически не пойдет. Мы с Алексеем посвятим этому отдельный ролик, а возможно даже не один, а несколько. А сейчас мы перейдем к самой задачке. Ну, и вот у меня чертеж к задаче Дерека, и он выглядит так. Значит, имеется такая цепь. Значит, у нас тут стоит аккумулятор или батарея, рядом с ней ключ, а напротив стоит лампочка. А вправо и влево уходят такие длинные ветви, длиной в 150 тысяч километров каждая. А расстояние от лампочки до батарейки один метр. И спрашивается, когда мы замкнем выключатель, через какое время загорится лампочка. Ну, и там Дерек предлагает ответы. Ну, ответы такие. Вот свет дойдет, 150 тысяч километров пройдет за полсекунды, и там есть ответы полсекунды, секунда туда-обратно, две секунды. Вся цепь, по-видимому, подразумевается. С другой стороны, есть ответ. Ну, очень короткое время, за которое свет доходит напрямую от батарейки, проходит до лампочки, вот этот метр. Ну, и еще, конечно, есть ответ. Не один из этих ответов, а что-то другое. Ну, и нам надо разобраться с этими ответами и с тем, что там Дерек говорит. Ну, Дерек, кстати, говорит, сразу скажу, да, что правильный ответ, вот этот, напрямую, за одну там какую-то там тра-та-та, 300, на чего надо делить, 300 тысяч километров, 300 миллионов, на 300 миллионные секунды. И народ в этом месте выражает большое недоумение, но и, в общем, с этим недоумением мы будем разбираться, там есть за ним свои основания. Ну, а теперь надо поговорить, наверное, о том, как течет электрический ток. И вот я надеюсь, что все вы знаете еще со школы, что при типичных токах, там, в несколько ампер, электроны в металлических проводниках движутся очень медленно. Ну, у нас есть такой ролик, он называется «С какой скоростью течет электрический ток». И там в рамках классической модели мы показываем, что, ну, скорость порядка, там, 1,1 миллиметра в секунду. Ну, в квантовых моделях, где у нас оказывается, что в переносе заряда участвуют только электроны проводимости, там скорости больше, но они все равно много-много-много меньше скорости света. А вот сигнал вдоль проводника переносится со скоростью света, со скоростью распространения электромагнитных волн. Ну, или со скоростями порядка этой скорости. И давайте мы сейчас поговорим о том, как это происходит. Ну, и давайте представим себе для этого такую модель. Пусть у меня имеется длинный проводник, и на концах его находятся два металлических шара, одинаковых. И мы берем на один из этих шаров, ну, как-нибудь там палочкой наносим положительный заряд. Ясно, что в итоге этот заряд должен перераспределиться поровну. Что-то должно оказаться на этом шаре, что-то остаться на этом, а что-то еще на самом проводнике. И как это перераспределение происходит? Ну, понятно, этот заряд вокруг себя создал электрическое поле, и вблизи него электроны в проводнике уже начали к нему двигаться. Электроны двигаются в эту сторону, ну, значит, мы считаем, что ток течет по договоренности в ту сторону, против движения электронов. Ну, и поскольку у нас здесь возник электрический ток вокруг этого тока, я надеюсь, что я в правильную сторону рисую, а впрочем, не так важно, поймем. Возникла область вихревого магнитного поля. Причем это поле переменное, ведь только не было, а теперь оно возникло, и поле возникло вместе с ним. Ну, а переменное магнитное поле, оно индуцирует в пространстве переменное электрическое поле. Поле направленное как-то вот так надо нарисовать, значит, оно в эту область дальше проникает. И здесь, в этой области электроны начинают двигаться сюда, ну, стало быть, вот область, где ток течет, она теперь перемещается дальше. Здесь снова возникает, не буду уже рисовать, вихревое магнитное поле вокруг вот этого участка тока. Оно индуцирует переменное электрическое поле, и вот такая структура из магнитного электрического поля, она продвигается туда. Ну, во всей этой истории, как говорят электротехники, важны такие параметры, как емкость на единицу длины этого проводника, индуктивность его на единицу длины этого проводника. Ну, и когда вычисляется скорость, с которой все это дело распространяется, там появляется такая конструкция, единица на корень из L на C, где вот эти погонные емкости участвуют. Ну, и когда мы для проводника эти величины находим, подставляем их, то оказывается, что как раз там все хорошо сокращается, и остается скорость света, скорость распространения электромагнитной волны. Вот так эта штука, вот эта волна туда бежит, соответственно, она индуцирует токи, ну и происходит перераспределение зарядов. Ну, и теперь мы вернемся к названию ролика Дерека. Электрическая энергия передается не по проводам. Ну, и во всяком случае, такую ситуацию, когда передается не по проводам, одну вы точно знаете, это электрический трансформатор. Вот первичная катушка, я надеваю на магнитопровод. Вот вторичная катушка, она подчинена к светодиодам. Магнитопровод замыкаю. И подаю переменный ток, пропускаю его в первичные катушки, и светодиоды, как вы видите, загораются. Ну, и что же здесь, собственно, происходит? По первичной катушке течет переменный электрический ток, он наводит переменное магнитное поле. Это магнитное поле распространяется по магнитопроводу, проникает во вторичную катушку, и в ней переменное магнитное поле наводит, или, как говорят, индуцирует электродвижущую силу ЭДС-индукции. Ну, и ЭДС-индукции запитывает светодиоды, вот они и горят. И никакой связи через провода между катушками, конечно же, нет. А теперь сделаем еще один опыт на эту же тему. Здесь у меня в станцию воткнут щуп для измерения напряжения, и один его конец отправлю на землю, а второй будет свободно болтаться и показывать, какое напряжение на нем наводится. Значит, а сюда я вставляю еще один провод. Ну, на него сейчас подано 15 вольт на частоте 50 кГц. И вот мы видим на осциллографе, что вот этот провод начал чувствовать, что здесь что-то есть. Я подношу ближе, видно, что напряжение на щупе растет. Вот я их совсем близко расположил один к другому. Что у нас там такое получается? Ну, что-то в районе 3 вольт. И хочется еще ближе представить один провод другому, но изоляция мешает. Поэтому мы сделаем такую замену. Вот здесь у меня скручены два медных провода, лакированных. Значит, они друг от друга изолированы. И я вот сюда подсоединю наши клеммы. Значит, на один провод у нас пошло напряжение. Вот эти самые 15 кВт. Другой показывает, что у нас там. И чего у нас получилось? Ого! У нас получается по амплитуде целых 6 вольт из 15. И таким образом мы осуществили своего рода трансформатор. Прямо без сердечника, правда. Ну, вот так вот через две скрученные проволочки. И теперь у нас все совсем бесхитростно. Красный провод брошен от генератора на одну лакированную медную проволоку. С ней перекручена вторая проволока. И от нее желтый провод идет на светодиоды. Ну, а потом черный уходит на землю. Давайте мы подадим переменное напряжение на одну проволоку. И светодиоды загорелись. Таким образом была обеспечена, хотя тут много проводов, но тем не менее, беспроводная связь между двумя медными проволоками исключительно через переменное магнитное поле. Ну, и теперь мы можем вернуться к ролику Дерека и попробовать понять, что он нам хотел сказать. Вот, смотрю на схему и понимаю, что вообще говоря, вот эта плеть вообще не нужна. У нас все вот это хозяйство под нулем. Только здесь у, что здесь можно перемкнуть, посадить на землю, эту плеть вообще выбросить. Ну, и да, когда мы замыкаем ключ, конечно, здесь в этой области наводится вокруг некоторое электромагнитное поле. И если бы здесь у нас стояла не лампа, а некий чувствительный прибор, то он бы это поле, конечно, поймал, особенно если с усилителем все дальше, значит, обустроено. Но, все-таки, при расстоянии в один метр энергии не хватит на то, чтобы лампочка загорелась. Это все равно, что я бы щелкал выключателем в коридоре и ожидал, что на это как-то прореагирует лампа, которая находится в комнате. Ну, расстояние несколько больше. Но один метр это много. Вот если бы провода перекрутили здесь, как в моем опыте, то, наверное, чего-то лампочка и почувствовала бы. А так, увы. А дальше, дальше, область переменного электромагнитного поля, она убегает по этой линии. И убегает она так, что у нас по-простому напряжение У распространяется в этом проводе со скоростью света. Добегает за полсекунды до того конца, ну, а потом за вторую половину секунды. Добегает обратно. И, наконец, у нас здесь в этой точке будет напряжение У. Здесь ноль. Ток потек. Лампочка загорелась и уже не погаснет. Так что, ну, вот в каком-то смысле, в словах Дерека была небольшая толика истины. Ну, то, что вот в этой области каким-то образом включение почувствуется. Но только в целом он, конечно, оказался неправ. Лампа не загорится при включении, а загорится только через одну секунду. Ну, бывает, все ошибаются в этой жизни. Никто не исключение. И я бы хотел, чтобы вы относились к этому более снисходительно. Наша задача подумать и понять, в чем тут дело. А не кричать чушь, не подумав. Смысла в этом большого нет. Ну, и, в общем, никакого концового вопроса я задавать не буду. Думаю, что здесь и так есть о чем высказаться. Ваши соображения всяческие. Пишите в комментарии к этому ролику на Ютубе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!